Друзья, привет! С вами компания Руфер. Нахожусь на очередном из наших объектов. На данном объекте мы выполняем работы по монтажу фасада. В настоящее время провели достаточно много промежуточных работ. Покажу вам детали, расскажу в данном видео о материалах, которые мы применяем. Ну и будет понятна ту работу, фронт, соответственно, работы, которую мы в настоящее время выполнили. Дом у нас имеет достаточно сложную форму. Сейчас вам покажу его со всех сторон. Здесь у нас такая вот фронтонная зона. Крыша разделена на два участка. Есть теплая зона, есть холодная, с холодным чердаком. Сверху на фронтоне будет у нас литровое окно. Собственно, на доме также имеется много окон. Есть вот такой вот у нас эркер. Подхожу я сейчас к входной группе. Вот здесь вот у нас есть тоже одно непростое место. Это примыкание фасада крыши. Два окна на такой небольшой части. Кровеные работы, кстати, на этом доме мы ранее выполняли. Вот непосредственно входная группа. И вот участок крыши, который образует примыкание на основном фасаде. Ну и фасад, как я уже сказал, разноуровневый. Кровля тоже сложная, разноуровневая. Много внутренних углов, эркер. Есть примыкание крыши. Их несколько у нас. Здесь такой вот тамбур, входная зона. Зона открытой террасы. Внутренний шум. И самая простая часть фасада, которая имеется на этом доме, это стена без окна. Сверху только одно слуховое окно будет смонтировано для вентиляции чердачного пространства. Сейчас подойду ближе и расскажу вам, что и как мы делали. С чего начинается вообще монтаж. Данный дом мы утепляли. Сначала смонтировали брусок 50 на 50. Вот он заложен здесь под пленкой. Далее установили утеплитель. Установили утеплитель. Здесь вот покажу вам. Вот такой вот использовали утеплитель. Урсатера. Установили его между прусков. Дом сам по себе достаточно теплый. Толстая кладка здесь кирпичная. Поэтому приняли решение утеплить его в основной массе в один слой. Но тем не менее есть слабые зоны, где мы его утеплили в два слоя. Соответственно монтируем брусок. Далее вот здесь видим брусок. И у нас уложим утеплитель. Между брусков вставляем плиты теплоизоляции. Далее утеплитель мы весь перекрываем. Ветрозащитой. Использовали мы вот такую вот мембрану от компании Дельта. Называется она XX+. Почему плюс? Потому что у нее имеются вот такие вот интегрированные клеевые полосы. Которые позволяют качественно соединить и проклеить полотна между собой. Для того, чтобы у нас была обеспечена ветрозащита утеплителя. Нигде не было никаких щелей. Ниоткуда ничего не поддувало, не задувало. В некоторых местах для проклейки перехлестов, где нет возможности склеить интегрированным слоем. Мы применяем традиционно мультибенд. При обходе окон, но здесь очень сложный узел будет. Мы покажем как мы его реализуем. Здесь установлена у нас ролета. Для того, чтобы не было воздухонепроницаемости. Вот в частности в таких местах мы применяем Дельта Тан. Видно, вот вышел чуть здесь герметик. И также Дельта Тан мы применяем для замыкания вот этой вот пленки. Чтобы опять же все было у нас воздухонепроницаемое на цоколе. Далее, соответственно, вот в это место видим, что цоколь у нас панели пока не затерты. Специальной затиркой будут еще перекрыты и затиркой. Сначала Дельта Тан, ну и соответственно, вот эти вот щели еще будут перекрыты у нас затиркой. После того, как мы с вами выполнили монтаж теплоизоляции, по изоляции установили ветрозащиту, мы уже приступаем к работам по утеплению. Пока у нас здесь такой промежуточный этап. Это непосредственно окон. В чем сложность? Вернусь к этому месту поподробнее. Сейчас пока временно здесь надрезали пленку. Здесь еще часть не доутеплили. У нас установлена рульставня на доме. Везде по периметру на первом этаже. Рульставня у нас имеет такие вот направляющие боковые и нижнюю планку. В чем сложность? Будем здесь делать, пока здесь такая у нас заготовочка лежит, будем здесь делать двухсоставной отлив. В чем у нас задача? У нас задача, чтобы увести влагу с вот этой вот зоны. Какая может быть влага? Это дождь и, соответственно, талый снег. И вся влага у нас не должна попасть ни в коем случае на теплоизоляцию, которая у нас установлена ниже. Вот, собственно, брусок. Боковая часть профиля имеет у нас с вами тоже открытые зоны. Ну, как бы заход дождя сюда очевиден. Поэтому мы установим отлив снизу, вытащим его из-под ралеты, из-под нижнего профиля, и установим верхний отлив, таким образом, чтобы у нас зашел под ралету и зашел на нижний отлив, чтобы обеспечить сток воды вот из этих вот уязвимых мест. Поэтому пока здесь еще у нас есть определенные недоделки и доработки. Это пока заготовочку примерили. Согласовывали с заказчиком. Далее, после утепления, после того, как выполним окна, ну, промежуточно, там, где у нас, как я сказал, окон нет, мы уже спокойно монтируем обрешетку полноценно. Как мы ее монтируем? Шаг по оси у нас 600. Собственно, расстояние между доской получается 50 у нас сантиметров, 500 миллиметров. Используем вот такую струганную, сухую доску камерной сушки. С течения доски 20 на 100. Крепим ее с помощью вот таких вот дистанционных саморезов. Головка по торакс. Что из себя представляет дистанционный саморез, рассказывали много раз. Но, тем не менее, повторюсь, этот саморез очень сильно облегчает работу при выравнивании плоскости и диагонали дома. Как видите, устанавливаем шнурку, да, и по ней проверяем, соответственно, непосредственно плоскость дома, выравниваем. Как происходит этот процесс? Дистанционный саморез – это такой саморез, который ты закрутишь в основании однажды, и когда начнешь уже выкручивать доску, если тебе при регулировке нужно ее, соответственно, оттянуть, чтобы образовался у нас зазор, вот такое вот основание, мы начинаем его выкручивать, и саморез у нас выкручивается вместе с доской. Никогда из доски вы его не выкрутите. Есть только один способ, если есть необходимость демонтировать, это, соответственно, вышибать его молотком. Вот такой саморез очень облегчает работы, когда выравниваем основание. Здесь у нас площади достаточно большие, ну и с помощью таких саморезов экономим свое время и обеспечиваем уже качественно выравнивание всех у нас плоскостей и диагоналей на фасаде дома. Вот здесь вот тоже делаем параллельно такие вот мероприятия. Они смонтировали небольшой фрагмент отделочного материала. Для чего мы это сделали? Ну, прежде всего, согласовать заказчикам. Ну и также, так как готовых шаблонов нету, приходится изготавливать вот такие вот самодельные шаблоны. Кто-то делает их из металла. Нам удобно работать с деревом. Как он работает? Для того, чтобы нам выставить здесь расстояние, расстояние должно быть у нас везде ровным, иначе у нас будут неровные зазоры в клинкере, который мы применяем. Применять мы будем здесь клинкер на металлическом профиле. Вот так вот он выглядит. Прикладываем шаблон к нижней обрешетке, к металлическому, извините, профилю. И далее, соответственно, обозначаем уже четко необходимое нам расстояние для монтажа клинкера. Как клинкер смонтирован сидит в замке. Здесь имеется вот такой вот паз. Он полностью упирается в профиль. Но при этом он у нас должен иметь вход небольшой. Сейчас вам покажу с краю. Для того, чтобы мы могли его вставить между двух профилей. Вот так вот он легко отщелкивается. И также абсолютно без труда мы его сейчас установим на свое место. Вот, все. Плитка у нас в замке. Будем здесь применять клинкер от компании Каньон. Он у нас будет из двух цветов. Поэтому мы сделали вот такой вот небольшой фрагмент для того, чтобы понять и согласовать заказчикам, как будет у нас на фасаде распределена, соответственно, в какой пропорции цветовая гамма. Основной цвет фасада у нас более светлый. И дополнение это, соответственно, более темный. Ну, такие вот эстетические моменты. Но, тем не менее, лучше их всегда согласовывать индивидуально. Клинкер, кстати, вот этот смотрится очень красиво, натурально. Зазоров, щелей здесь нету. Их просто не видно в шее. Из двух пачек, которые мы открыли, здесь смонтирована одна пачка и несколько плиток. Ну, вот имелся на одной плитке только вот такой вот скол. Ну, поскольку это временный монтаж у нас, такие вот плитки можно будет отработать в местах, где их необходимо подрезать. Что касается про наружный угол, профиль здесь мы выполнили на жесткую фиксацию, для того, чтобы у нас плитка не расходилась на углах дома. Ну, принцип достаточно элементарный. Один профиль мы здесь зарезали, сделали отгиб, другой профиль подвели, подрезали и закрепили с помощью саморезов. Ничего сложного, но такой вот узел обеспечивает жесткую фиксацию непосредственно соединения на угле. Такой же принцип используется при монтаже профиля под гипсокартон. Вот так вот смотрится у нас сам клинкер. Как я уже сказал, швов не видно, даже с близкого расстояния. Ну, внешне прям выглядит очень натурально, вживую. Смотрится лучше, чем на камеру, скажу честно. Вот такие вот работы, друзья, пока в настоящее время мы выполнили. В ходе производства работ обязательно будем с вами делиться нашими успехами на данном объекте. Ну, всем пока, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok